вот это я уже не выдержал это мой брат присылает очередное очередную ссылку а там учат как нас учат там целая статья полмиллиона участников и вот к не а вот эти кто завел этот канал как он у меня дадим с тысяч до а у него 500 чем-то тысяч то есть 50 раз больше как это получается чем они привлекают почему у меня мало учеников за все года на несколько тысяч а у него там сотни он берет вот эту фотографию я тут же набрал похоже в яндексе он и если взял с этого с интернета он сами не делал он взял подходящую фотографию чтобы показать тему подкорма а он не видит них это самое смотрите вы видите что это дерево больное насквозь вот она ему всего-то от роду там несколько лет а вообще впечатление что это глубокий старик вот доведут его до это дерево вот такое допустим лет 5 она глубоко больного вы же свои вы же видите вот это вот самое значит такое решайники грибы вот они уже на молодом дереве когда она начало загибаться и вам рассказывают хорошо что он хотя бы не верх помните эти верхушки и верхушки значит скукоженные эти листья и все уже тут же давай поливать футболицинами а я единственное нам повезло с этой фотографии знаете чем показали самый низ чтобы показать что эту дурь это сама как там петр первый продукт говорил дурь была видна вот тут дурь видна и так начали развивалось вот это дерево возможно это даже прививка вот потом через несколько лет издевательность над ним она начала умирать она покрыта уже все корабля настолько что про нее уже будущего нет но она выбросила 2 побег она более молодой но продолжает убивать почему перекопали почву вот видите изувечили все дальше вот какой бы она ни была маленькая у него корни же разошлись где-то на метр во все стороны вы согласны вы куда сыпешь то это перфосфат супер посад куда ты его сыпешь тут ни одного корешка нету куда ты сыпешь ты вот так вот рассыпал супер посад просто взял отравил почву отравил червей ты довел дерево до старости пятилетнее дерево стало глубоким стариком а потом начинает нас учить не стал это записывать цитировать его помните как смотри там не дружусь петька у тебя плохому научит поэтому я пропускаю тему следующая тема почему чем нет яблоки на дерево я уже не могу это сало причина что яблоки гниют и опадают является опасным грибовой инфекцией манероз сколько раз не говорит существо грибок спор или консультация дождем метров заболевания проявляется консультата оси спиродерево извесит спиродерево извесит а потом у них появляется вот это все еще раз когда-нибудь это появится я живу это вот готовлю отдельную тему когда-то сейчас скажу какой класс захаров сонин два предателя 7 класс видите настоящий предатель отбить у детей навсегда охоту тут такое по написано это наказание страшное наказание для детей вот это вот все страшное наказание а в основе лежит то что вокруг это не верю что дико ни один человек не знает что мы это из этих тех кто занимается учителя на якобы наш что манили она абсолютно безобидно пока дерево не начнет издевательства умирать вот вот видите только тогда она вступает дело ну формирую сейчас они так и вот нужна своевременно вы понимаете все через этот зад потому что вначале калечат потом манили а они связи не видят и почта получается освещенность вот так они были искалеченное дерево какой ему нахрен освещенность нужно ухаживать за престольными кругами перекапывать почву как можно большом саду перекопать почву смотрите дальше я поприкалываюсь что предлагается вот для того чтобы получить длинная большая статья чтобы заработать серебряники а еще плюс догадались уже что это рекламная статья ранней весной смотрите сколько всего смотрели инструкции изучили вот за три-четыре дня до начала цветения снова посмотрели снова препарат один препарат другой препарат теперь повторить еще повторили теперь за месяц до уборки вот глупость что парша способна провоцировать манилиоз но это же вообще ни в какие ворота на что я не специалисты эти дела ну как парша может спровоцировать манилиоз за месяц до уборки пятый раз и опять теперь уже фитоспорин йод и прочее 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 и еще повторить а осенью после сбора ворожая обрабатывайте это какому идиоту пришло в голову людей которые вы знаете какие у нас судья друзья извините разговаривался не остановите меня вот кажется кто это тот кто это сам ну понятно хотел такой не очень приличную поговорку сказать так вот и осенью тоже все тоже и что дальше сказать человек должен купить несколько 10-15 разных этих 6 раз и еще плюс повторить видели все это а теперь представьте себе нормального человека в нормальном саду и он все это делает а я когда читал лекции я читал их клубах клубах читал физо читал в этом самом клубе садоводом саянногорска читал вот на светах сколько я читал да я все время видел что большое количество есть такого людей они боятся и запомнить они все это мы все мой разговор скоро скоро пишут 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 а теперь представьте себе что человек все это записал и начиная с ранней весны до поздней осенью все это делать еще раз повторить ранней весна 3-4 дня до цветения повторить за месяц до уборки повторить осенью после сбора опять и вот никто не может понять и никогда не поймет это опять из интернета вот это яблочко вот оно гнилое потому что от гнилого дерево понимаете вот и никто ему не виноват есть масса причин почему это происходит самая главная причина ребята не виноват никто лишь бы только эти люди нехорошие люди в дуре внимались и не заставляли людей которые доверчивы а у нас их миллион вот это дело а на самом деле все не так большинстве регионов россии они не предназначены не для яблок не для груш не для слив не для абрикосов не для перчика не для черешки не для вишни природе на всей планете развивалась таким образом вот и ровное место как стол ничего не растет вот складка местности вот там уже появился это кустарничек высунуться не может там опять холодно там ветер а вот складка побольше а на северной стороне это ущелье пустое а на южной стороне растет прекрасный лес даже на таймере вспоминаю между этих горных озер лама там это огромные озера березы растут грибы вот такие вот смотрите показываю такой толщины это шляпка давай голове ножка вот такой толщины и вот такой шляпы она не лазит в ведро вот это все микроклимат и мы имеем возможность засадить не всю территорию еще раз у нас есть места где одна сплошность там ни одно дерево не выросло и сентрасти не должен но если вы огородите вот допустим двух трехметровым забором вы уже изменили климат все теперь за забором садите солнечной стороны дома садите и вот так постепенно постепенно но когда не было ни нас ни домов ни заборов деревья по такому принципу приспособились одни к сухому климату корни узкие длинные дотянуться до воды крона вот такая как у груши вот и дальше я уже все рассказывал и вот тогда получается если даже никто не виноват вот это все не поможет никогда вот витамином этим самым фитоспорином чем угодно ничего не получится или растет где не положено расти а давайте еще другие причины вот прежде вот это писать разве можно было писать что нужно своевременная формирующая обрезка изувечил дерево ну вот по другому не объяснил вот изувечил дерево а потом берешь подходящую фотографию а это тоже знаете как получилось я не собирался дачные и трост ну тут видимо сокращенно вот вот это беда несчастные дети скорее всего они не садоводы скорее всего фотографии сделают и их оставят покой может быть это нас будущее были бы ботаники извините за это полупрезидительное слово я себя с гордостью ботаником называю доморосиным правда посмотрите на это дерево бедные дети оно насквозь больно и вот его больное вот это дерево где уже больше половина не работает под этими пятнами кора не дышит само собой кислород она не поглощает значит процессе теплоотделения или теплозащиты вот эта кора вот это под этим не участвует и когда в такому дереву вот буквально как глубоко больному больному невероятно еще не хватало чтобы вообще и возможность его спасать надо как не подходить к нему есть еще знаете какой способ допустим много лет ладно и отвлекся но уже ему ловить нечего она уже больное насквозь дальше уже некуда но возьмите сделайте санитарный обрезок стоит вот тут отрезать тут 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 вот так примерно может бензопилой даже торцы замазать никаких этих просветлений ничего нельзя делать вот это если уже облили то есть это все обмазали постараться смыть шлангом как угодно и тогда глядишь вот эти темные участки может быть где-то проснуться почки а тут чему учат ну и миллионы людей за ними это повторять детей жалко ребята детей бензопилей и это но а но и и да и и и